Думали, что страхуют свою жизнь, а на самом деле брали в кредит дорогостоящий гаджет. В Перми судят двух пермяков, которые в разных населенных пунктах Парихамия находили малообеспеченных и крайне наивных жителей, а затем, под предлогом оформления страхового полиса, везли их в магазины электроники и салоны сотовой связи. Подробности очередной мошеннической схемы в нашем репортаже. Они привозили их в город Пермь, в салон МТС, где, естественно, сопровождали их до дверей салона. Там люди, думая, что не оформляют договор о страховке жизни и здоровья, на самом деле оформляли кредитный договор на приобретение дорогостоящих телефонов. Соответственно, после подписания всех документов им выдавался этот товар, при выходе они этот товар отдавали соучастникам, те, в свою очередь, им оплачивали небольшую сумму денег. Получив несколько тысяч рублей, довольные селяне отправлялись домой. Но вскоре им приходили из банков напоминания о задолженностях по кредитам. Преступления продолжались в течение четырех месяцев. Затем аферистов задержали. Мужчине вменяется 18 преступных эпизодов, его соучастнице – 14. Странно то, что обманутые ими клиенты все как один подписывали документы, даже не читая их. Должны были прочитать хотя бы, что в договоре написано. Он им сказал, чтобы ничего не читать, молчать. Вот они молчали, головой кивали, подписывали и выходили. В пакеты не заглядывали. Предполагается, что людей предварительно психологически обрабатывал еще один участник преступной группы, имеющий доступ к салонам связи и банкам. Люди, невольно оформившие смартфоны в кредит, проходят по делу с свидетелями. В роли потерпевших выступают финансовые учреждения Перми. В общей сложности предпринимателям был нанесен ущерб в сумме около 900 тысяч рублей. Исходя из того, что это все-таки деревни, работы там практически нету, то есть для людей важна любая денежная сумма. И поскольку им предлагали 5 тысяч, это, наверное, для них не маленькие деньги. Ну, поэтому они, не думая ни о чем и даже не анализируя всю эту ситуацию, соглашались для того, чтобы получить эти деньги. Парочке предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В отношении еще одного фигуранта, якобы проводившего с клиентами предварительный инструктаж, дело выделено в отдельное производство. Следователям еще предстоит установить степень его вины. Елена Иговцева, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...